Уверенными шагами комиссия направляется в подвал. Задача ответственная – подготовить город к зиме. Чтобы не мерзнуть или наоборот не переплачивать за отопление, необходимо убедиться уже сейчас, что тепловые пункты и приборы учета работают правильно. Здесь же теплообмен происходит в теплообменном аппарате между теплоносителем и холодной водой. Вот он регулирует, сколько объем воды подать, чтобы на выходе холодная вода нагрелась до 60 градусов. То есть он контролирует объем воды. Тепловые пункты также осматриваем, то есть наличие в них должной документации по обслуживанию этих объектов. Это инструкции, это схемы, это журналы осмотров. Также наличие плотности оборудования смотрим на тепловых пунктах. Это что было все в наличии. Это у нас и приборы учета, это у нас и оборудование, которое отвечает за регулировку температуры, которое подается потом в квартиры для отапливания помещений. Также электрооснащение смотрим объектов. То есть это электроустановки, основное сердце, электричество и разводка по подвалу электропроводов. Я сама работник в сфере ЖКХ, поэтому уже как-то ориентируюсь. Скажу одно, что из года в год все лучше. Замечания, они учитываются все, модернизируются, улучшения. Сегодня были у нас замечания, но замечания, они не катастрофические. Такое по мелочи, где-то может быть человеческий фактор. Но самое основное, что подготовка к зиме, чтобы жителям поступала вода, в домах было тепло, все на 100% отработано. Целостность инженерных сетей, наличие изоляции, отсутствие протечек. Если в подвальном помещении все в порядке, можно подниматься выше. Чтобы холод не проникал в квартиры, нужно сохранять тепло в подъездах. Члены комиссии проверили качество оконных рам, входных дверей, обшивку фасадов. Вот чистенькие подъезды, хорошие. Двери все металлические. В городе работает сразу несколько комиссий. В их составе и депутаты в основном посещают адреса, по которым ранее были обращения граждан. В отношении выбора объектов, домов, то здесь идет от того, что имеет место в случае обращения жителей домов или не имеет. Мы, как депутаты, знаем свои дома и понимаем, что где проблемный дом, где не проблемный. Поэтому, в первую очередь, конечно, идем в проблемный. В этом году в двух жилых домах появятся новые лифты в девятиэтажке по Мира, а ремонт уже начался. Пока жильцы вынуждены подниматься на верхние этажи самостоятельно. Члены комиссии не могли пройти мимо, а вопрос скорейшего запуска сегодня на контроле у депутатов. Чтобы они учли минимальный срок отключения лифта. Отключение лифта и поэтапное отключение лифта. Не сразу всех во всем доме на два месяца, а все-таки поэтапное. Мы очень сожалеем, что пожилому человеку подниматься на девятый этаж в течение месяца очень тяжело. Мы предложили обратиться в компанию капремонта о том, чтобы они пересмотрели свой график. Сегодня мы посмотрели несколько домов. Мы удовлетворены этой работой. Я думаю, все недоделки, которые мы заметили, будут доделаны. И зиму мы примем так, как это положено. В тепле, в светле и с рабочими лифтами. Новые лифты запустят в работу после получения разрешения от Ростехнадзора. Работа комиссии продолжится до конца недели. Обойти необходимо порядка 500 жилых домов. Юлиана Сотник, Дмитрий Примук, События.